Привет, друзья мои! Сегодня я готовлю баранину с зеленым горошком. По традиционному итальянскому ресурсу. Значит, сначала нужно в глубокую кастрюлю с толстым дном налить немножко оливкового масла. Накрошить три крупных луковицы. Видите, я их уже нарезала мелко. И все. И теперь этот лук нужно тушить на низком огонечке. В оливковом масле до сладости, до прозрачности и до уменьшения объема в три раза. Также для этого блюда понадобится зеленый горошек. Вот он. Он у нас замороженный. Весенний нежный горошек должен быть. И также понадобится стакан сухого белого вина. Видите, как мало стало лука. Он уменьшился в объеме. И он уже практически готов. Сейчас я его немножко посолю. Добавлю сухое белое вино. Потушу немножко. И когда выпарится алкоголь, добавлю сюда мясо. И так солю. Добавляю сухое белое вино. Сейчас увеличу огонь, чтобы быстренько испарился алкоголь. Соус из этого лука вот такой вкусный. Это вообще прелесть. Если вы не пробовали так готовить, то советую. И теперь положила прямо целиком вот эти две лопатки. В эту чудесную луковую субстанцию. Сейчас подниму огонь до максимума. И буду готовить так минут пять. Сейчас я добавила черный молотый перец. И добавила зеленый горошек. И налила еще примерно пол-литра простой обычной воды. Огонечек уменьшаю до минимума. И все это будет тушиться около одного часа. Воды должно быть столько, чтобы она едва-едва покрывала все. Видите? Слишком много воды не надо, но и слишком мало тоже не должно быть. Потому что это блюдо должно быть такое сочное, не сухое, но и не водянистое. Если вы увидите, что у вас мало воды, где-то через полчаса, можете добавить еще немножко. Все, накрыла крышкой и пусть оно тушится. Время от времени буду подходить, проверять. Ну вот, все готово. Мясо уже очень мягкое. Нужно готовить именно до мягкости мяса. Ну и следить за тем, чтобы вот эта жидкость тоже была, чтобы не было сухо. Потому что блюдо подается как бы с соусом таким горошково-луковым. И мягкое, сочное мясо. Блюдо должно быть мягким и сочным. Субтитры сделал DimaTorzok